Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня мы продолжим играть в игру по названию The Escapist. Ну и просто счастье, мы остановились на том, как мы пробили стену у себя в камере, и теперь мы даже ночью сможем из своей камеры беспаленно выходить. Да, и сегодня, я думаю, мы займёмся тем, что будем доставать те предметы, которые нам понадобятся для крафта этого танка. Я думаю, начнём мы, скорее всего, с крафта самодельного корпуса танка, хотя в подсказках у нас было сказано, что лучше всего начать с крафта башни. Но крафта башни у меня нету, так что я думаю, сначала мы сделаем самодельный корпус танка. Но хотя я даже не знаю, какие предметы нам сегодня попадутся, и если это будет рифлёное железо, то тогда мы, соответственно, сделаем самодельный корпус танка. А если мы найдём, например, металлическую трубку, то мы сделаем ствол танка. Отлично, в общем, сейчас у нас уже завтрак заканчивается, по заданию у меня ничего нового нету. Если вы уже заметили, у нас этот небольшой баг произошёл с подсказками. Я вот эту последнюю подсказку уже разблокировал, но почему-то сейчас она у меня высвечивается как запретная. Покупать я её ещё раз не буду. В принципе, я уже знаю, что там написано. Так, здесь у нас драка произошла, ладно, ничего я воровать у своих ребят не буду. Так что просто спокойно пойду на свою работу. И слушайте, когда я свою работу выполню, у нас будет опять 100 целых баксов. И, наверное, на эти 100 баксов я куплю себе лом. Да, и скрашу себе кирку. Я думаю, с помощью этой кирки мы сможем намного быстрее ломать эти стенки и доставать те предметы, которые нам понадобятся. Да, а то, как я уже говорил, вилкой мы будем ломать эту стену очень долго, где-то 2 часа. Плюс мы ещё можем даже устать. В любом случае, нам придётся дождаться ночи, чтобы эту стенку сломать. Потому что днём я этого сделать не смогу, у меня сразу будут убивать снайперы. Так, мне этого хватит для выполнения работы? Нет, слушайте, остался ещё один крафт столика. Всё, отлично. Ну что ж, теперь, наверное, предлагаю пойти в столовую. Хотя нет, слушайте, у нас ещё целых 2 часа свободного времени. И я предлагаю начать свой день с обыска камер. О, чёрт, я здесь немного заблудился. В общем, камера у нас находится вот здесь вот. И, слушайте, давайте подождём, пока офицер выйдет отсюда. И начнём шмонатить камеры. Будем брать опять, наверное, гребни. Опять эта бочка, пинариум. Вроде бы так прочитал. Не знаю, зачем она нам нужна и вообще понадобится ли она нам. Но, на всякий случай, ребят, я её возьму. У нас, кстати, уже целых 2 таких бочки. Не знаю, надеюсь, они нам понадобятся. И они не просто так будут у меня место в столике занимать. Так, есть у нас уже 3 гребня. Так, всё, остался последний свободный слот. И у нас ещё есть 2 часа. Слушайте, это очень много. Окей, у нас уже очень много гребней. Этого хватит, чтобы со всеми подружиться, можно сказать. Так, давайте подойдём к танку. По-моему, здесь есть подсказка, что нам надо начинать свой крафт с, как я сказал, самодельной башни. Сначала мне нужна самодельная башня. Но крафта самодельной башни у меня вроде бы нет. У меня есть только крафт самодельного корпуса и крафт ствола танка. Ладно, придётся, в общем, разбираться в этом. Ну что ж, пока все ребята где-то работают, давайте, наверное, пойдём в библиотеку. И будем прокачивать себе опыт. Так, вот, наконец, нашёл Ваню. Ну, Вань, по-моему, так хорошо относится. Ваня у нас уважает. Ну, чуть-чуть уважения упало. На тебя, в общем, один гребень. Ну, и второй, что прям до 100%. И тогда на перекличке всем остальным подарим гребни. И будет просто всё офигенно. Надеюсь, сейчас туда на перекличку придут продавцы. Вот, например, Ваня. И... О, блин. У Вани я хотел купить лом. Но у Вани, к сожалению, лома нету. Блин. Я всё-таки хочу скрасить себе кирку. Так, аниман, значит, клей. Окей, пытаемся найти тебе его. Ну, что ж, я, наверное, предлагаю пойти всё-таки добыскивать те столики. И попытаться найти клей для анимана. Потому что, я думаю, деньги нам понадобятся. Хотя, мне, в принципе, нужен один лом. Этот лом, я думаю, будет стоить для меня баксов 40. Ну, да, потому что я с этими ребятами очень хорошо дружу. И они мне его, в принципе, должны по дешёвке дать. Но у меня, кстати, очень мало скотча уже. То есть, если один скотч идёт уже у меня на крафтки клей, то у меня останется только один свободный скотч. Это на крафт корпуса танка или на что-то другое. Так, в общем, для крафта самодельного стола танка нам понадобится клейкая лента. И для крафта самодельного корпуса нам тоже понадобится клейкая лента. А у меня осталось, по-моему, всего лишь два скотча. Так, это не то. Да, ребят, всего лишь два скотча, это очень мало. Но, что ж поделать. Я думаю, пока у нас есть свободное время, можно пойти в качалку, чтобы просто себя в форме держать. И чтобы наша сила так быстро не падала. Потому что нас силы каждый день отнимаются на единички 2-3. И так, через пару дней мои усилия, по-моему, вообще уйдут нафиг. Так, силу я уже себе подкачал немножко. Теперь давайте, наверное, займёмся, прокачиваем скорости. И скорость прям тоже чуть-чуть подкачаем. На единички 2-3. И всё. В принципе, сейчас у нас как раз ужин. На ужине мы восстановим свою усталость. А после ужина у нас будет опять тренировка. Так что надо сейчас просто сесть и всю усталость... Так что надо прямо сейчас будет сесть и всю усталость себе восстановить. Так, тут Ваня валяется. Сейчас мы его немножко унесём. Блин, чёрт возьми, у Вани был скотч. Но я этот момент успешно просрал. Но зато теперь у Вани продаётся лом. И лом я, конечно же, куплю. Для улучшения кирки мне потребуется всего лишь дерево. Но дерева у меня тоже нет. То дерево, которое у меня было, ушло накрав в самодельной рукоятке. Так, слушайте, какие у вас здесь задания? Отлечь во время упражнений. Так, и у Рома задание. Отлечь во время ужина. Блин, слушайте, у меня сейчас лом с собой. Слушайте, успею я сгонять до туалета и оставить там все вещи? Нет, 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 не успею. Так, ладно, всё-таки надо сходить и оставить лом этот в туалете. Или, слушайте, давайте прямо сейчас мы сможем сократить эту кирку. Да, чтобы... Чтобы лом просто места не занимал. Отлично, теперь у нас есть хлипкая кирка. Хлипкая кирка, это, конечно же, плохо. Она очень быстро сломается. Так что нам надо побыстрее бы найти дерево. И улучшить нашу кирку. Так, у вас предметы там не обновились? Нет, к сожалению, ничего нового нету. И у кого-то там было, по-моему, задание. Отлечь его во время тренировки. Так, слушайте, если я наполню сейчас на офицера. Да, слава богу, задание считается выполненным. Но теперь мне придётся немножко побегать от офицера. Всё, он что-то от меня быстро отстал. И у Анимана есть только туалетная бумага. О, нет, блин, чёрный смен, мне этот предмет не нужен, конечно же. Так, слушайте, сейчас я хочу только найти себе скотч. Потому что скотч нам 100% понадобится. Так, ребят, слушайте, у вас здесь новые здания. Но почему-то я их не могу у вас взять. Так, отлично, Рому хочет, чтобы мы опять его отвлекли во время ужина. Классно, слушайте. И Аниману нужен факел. Ммм, факел, факел, факел. По-моему, я его не брал себе. Да, слушайте, по-моему, у меня его нету. Теперь у нас остаётся 3 часа для вечерней перекрички. И, блин, по-быстрей бы эти 3 часа прошли. Потому что когда у нас начнётся отбой, я просто пойду и буду ломать вот эту вот стену. Где у нас находится? Вот здесь вот. И всё-таки открою, наконец, этот сундучок. И посмотрю, какие предметы там хранятся. Кстати, здесь по бокам есть у нас металл. Металлические принадлежности. Мне кажется, там просто металл, а не металлические трубки. Ладно, в принципе, туда я лезть пока что не буду. А потом, в принципе, посмотрим. Так, здесь наша бывшая работа, здесь изолятор. В общем, ничего интересного нету. И у меня вызывает вопрос, как можно попасть к вот этому сундучку. Надеюсь, мы сможем сломать вот эту стену и пройти к нему. А если это не так, и эта стена не ломается, то это будет капец просто, скорее всего, жопа. Так, ладно, зайдём, наверное, опять к этому танку. Ну, посмотрим, посмотрим, что здесь надо. Так, ещё раз самодельный корпус, ещё раз самодельная башня и клейкая лента. Блин, а вот как разница самодельная башня, ребят? Окей, надо будет думать. Так, ну всё, слава богу, через 10 секунд уже у нас будет перекличка. Так, надеюсь, нас сегодня не будут проверять, и я могу быть спокойным за свои вещи. Так, сейчас в общем посмотрим. И, да, слава богу, нас сегодня не проверяют. Ну и слушайте, тогда сейчас после переклички я быстренько бегу, забегаю в кухню. Забираю 4 вилочки, потом бегу быстро в свою камеру, эти вилочки там оставляю, и прям быстренько бегу в туалет, забираю все запрещенные предметы. Так, раз, два, три, четыре. Вау, здесь много вилок, здесь даже одна свободная остаётся, вау. Надо было бы бочку давным-давно у себя в камере оставить, но я что-то затупил немножко. Всё, эти вещи оставляем здесь, и теперь бежим в туалет, забираем вот эти вот вещи. Так, замазка, жидкий пластик, и вот эти вот вещи. Всё, ничего вроде бы не забыли, у нас остаётся всего лишь, чёрт возьми, один скотч. И это очень плохо. Так, пока все вещи здесь оставим. И для начала нам надо скрасить куклу нашего персонажа, потому что офицеры 100% зайдут в это помещение. И если они не увидят то, что меня нет на своём месте, мне, в общем, плохо будет. Очень плохо. Так, одно покрывало мы выкинем. И что ж, в общем, нам потребуется хлипкая кирка. Слушайте, у нас уже хлипкая кирка, и зачем я вилок-то взял? Но хлипкую кирку нам в никаком случае нельзя доламывать, потому что я её смогу просто улучшить потом. И на всякий случай я захвачу одну вилочку. Да, почему бы и нет? И нам, конечно же, потребуется солдатская форма. Слушайте, переоденусь я, наверное, прямо сейчас. Форму свою здесь оставлю. И, в общем, ждём, пока все уйдут отсюда. Закрываем за собой. И теперь бежим, и, как я сказал, будем пытаться добраться до вот этого сундучка. Теперь у нас есть кирка, теперь мы эту стену будем ломать очень быстро. Вот, допустим, уже мы сломали 50%, даже 40%. Но и у нашей кирки остаётся всего лишь 50% прочности. Так, слушайте, давайте пока я, наверное, сломаю эту стену вилкой. Потому что киркой мы, в принципе, сможем работать и в другой раз. Так, что ж, остаётся последний удар. И, господи, я надеюсь, что здесь не будет офицеров. Так. Фух, я уже офигел, что туда зайти нельзя. Так, рельефное железо, это у нас металлический конус. Хм, а я не понял, чтобы в крафтах нам нужен был металлический конус. Так, слушайте, нам потребуется 2 рифленого железа и 2 металлические трубки. Я, так понимаю, нам придётся делать 2 захода, да, ребят? Если я сейчас этот блок поставлю, здесь, по-моему, будет у нас 10% всего лишь. То есть, за 3 удара, может сказать, я его сломаю. Я знаю, я придурок. Блин, господи, я же мог просто ещё один предмет с собой взять. И, блин, я немножко затупил, в общем, к сожалению. Ну, ладно, ничего страшного. Нам всё равно придётся гонять туда ещё раз. Ну, окей, ничего страшного, потому что я так затупил. Бежим опять сюда, ломаем стену. Так, и... Нет, нет, всё-таки буду доломывать вилкой. Да, не хочу тратить свою кирку. Всё, окей, теперь мы берём, наверное, 2 металлических конуса и 2 металлических трубки. Отлично, всё, теперь мы, надеюсь, в это помещение больше не будем заходить. Да, надеюсь, оно нам больше не понадобится. Так, всё, теперь забегаем к себе в камеру и оставляем эти предметы здесь. Слушайте, а мы сейчас даже какой-нибудь крафт можем сделать. По-моему, для самодельного корпуса танка нам потребуется 2 рифлёного железа и 1 скотч. Самодельный корпус танка, ребят. Это выглядит, по-моему, очень офигенно. И, слушайте, если бы у меня был ещё один скотч, то бы я смог скрафтить, по-моему, самодельный ствол танка. Ну-ка, аниман. Ау, нет, аниман, к сожалению, не продаёт скотча. И, слушайте, раз я устал всего лишь на 40%, это капец как мало. И у меня есть ещё дофига вилок и 1 хлипкая кирка. Я думаю, я сейчас немножко отдохну. Нет, чуть-чуть отдохну. Сброшу свою усталость. И мы просто пойдём и ещё украдём парочку предметов. Да, эта серия, я думаю, немножко затянется. Окей, теперь мы беспаленно идём к другому. Сундучку. Помнится, мне ещё один сундучок был где-то вот-вот-вот здесь вот. Так, окей, главное не сломать нам мою кирку. Так, 28%, 20%. Так, осталось сделать ещё... Всё, последний удар. Так, 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 доделаем последний удар. И всё, хлипкую кирку мне просто надо теперь выкинуть. Ну, в смысле, выкинуть, чтобы я случайно на неё не нажал. А то, если я сделаю хотя бы один удар этой киркой, она у меня просто нафиг сломается. Так, здесь вроде бы офицеров тоже, слава богу, не ходят. Вот, и сейчас мне надо просто будет забежать в это помещение и взять... Вроде бы там лежит карбоний. Вроде бы. Или карбон просто. Так, в общем, остаётся 4 удара. И сейчас мы это узнаем. Так, одна вилка у нас уже сломалась, но у нас есть ещё одна стопроцентная. Как я понял, здесь офицеры ходят, так что нам сейчас надо будет просто очень быстро забежать вот сюда вот и забрать предметы. А, это уголь. А, для чего нам нужен уголь, ребят? Нет, по-моему, для чего это нужен. По-моему, даже очень много угля нам понадобится. Так что мы возьмём его целых 4 штучки. Всё, теперь закрываем за собой. Ой, закрывай. Почему не закрывается? Не понял. Так, я вот... Ребята. Всё, закрылась, слава богу. Всё, забираем свою вилочку и теперь бежим назад к себе в камеру. В принципе, у нас остаётся очень мало времени. Так, а где моя камера-то? Всё, теперь просто забегаем к себе в камеру. И ложимся спать. Всё, в общем. Наконец-то мы нашли те предметы, которые нам понадобятся для крафта этого танка. Наконец-то мы сделали себе самодельный корпус танка. И, в принципе, у нас есть вещи даже для крафта самодельного дула танка. Вроде бы это так. Ну, в общем, уже в следующей серии мы продолжим собирать наш танк. А если вам понравилась эта серия, то можете поставить лайк позор друзей. Ну, а с вами был Дима и всем пока.